27 акций и мероприятий провели волонтеры в рамках весенней недели добра. Экологический квест «Чистые игры» от активистов ивент-команды стал одним из таких событий. В полезном для окружающей среды соревновании участвовали 6 команд. На озере Боровом там, получается, устраивали квесты для ребят. То есть они собирали мусор, помогали природе. За это им давали призы. Для хорошего настроения там играла приятная музыка. Природу надо беречь и природу надо уважать. Там разные находки были. Мы бампер нашли от машины. Там шины разные, знаки. Природу засоряли по-всякому, но мы пытались ее очистить хоть чуть-чуть. В рамках весенней недели добра 676 добровольцев из 23 различных городских организаций оказали помощь 700 пяти соревчанам. На торжественный вечер в молодежный центр организаторы пригласили самых активных волонтеров. Наградили и поблагодарили за неравнодушие к проблемам общества. Пандемия особенно показала, как важно быть добрым, быть открытым, уметь помогать и откликаться на чужую беду. И по-моему, доброволец, волонтер – это слова тождественным понятием милосердия, гуманность, открытость. Поэтому все люди, которые принимают участие в волонтерских и добровольческих мероприятиях – это люди с большой буквы. Руководитель Саровского ресурсного центра добровольчества Ульяна Нагарнюк рассказала о работе организации. Если у кого-то возникает идея волонтерского объединения, события, здесь всегда будут рады помочь в их создании и реализации. В завершении вечера организаторы провели среди участников акции «Весенняя неделя добра» розыгрыш призов. Победители получили ежедневники с логотипом ресурсного центра добровольчества. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.